Все страны Европы должны закладывать 2 ВВП на оборону президента Эстонии. 26 февраля 2019 года Интерфакс АВН Все страны Европы должны закладывать 2% ВВП на оборону президента Эстонии. Далее Грибаус Кайте и Керсти Калиулайт. Источник изображения www.belvo.com Таллинн 24 февраля Интерфакс армии европейских государств должны стать сильнее, считает президент Эстонии Керсти Калиулайт. Керсти Калиулайт Для этого им всем надо выделять 2% ВВП на оборону, подчеркивает она. Все наши партнеры и союзники по НАТО серьезнее, чем когда-либо, занимаются укреплением коллективного оборонительного потенциала, заявила К.Калиулайт в воскресенье в речи на торжественном концерте, посвященном 101 годовщине Эстонской Республики. По ее словам, армии европейских государств должны стать сильнее, сильнее должно стать оборонное сотрудничество НАТО и Европейского Союза, и мы должны укрепиться в мысли о том, что связанные с этим расходы неизбежны. Она высказала за то, чтобы все страны Европы договорились вкладывать 2% волового внутреннего продукта на оборону. Мы должны учитывать, что всегда находятся государства, не заинтересованные в пути мирного сосуществования. Хотя на словах они могут и поддерживать такой путь, на деле они руководствуются принципом «все достанется сильнейшему», считает глава государства. К.Калиулайт отметила, что Эстония последовательно помогает другим странам в решении их проблем. Например, Грузия и Украина допустили в 90-х годах немало ошибок, в частности, недооценив значение принципов правового государства для развития. Но нет смысла говорить им, сами виноваты. Каждый народ достоин лучшего. К тому же, сохранение фокуса международного внимания на этих народах, прикованных России к прошлому, служит и дальнейшему укреплению нашей безопасности, сказала президент Эстонии. По ее словам, в мире есть злые государства, но ни одному из них не удалось добиться того, чего добились мы. К.Калиулайт перечислила достижения республики, в частности, новаторские решения в публичном секторе, создание государства с успешной бизнес-средой. «Сегодня история успеха Эстонии является для многих примером и источником надежды», подчеркнула президент. Затронув дебаты, которые ведутся в партиях по поводу перевода русских школ на преподавание полностью на эстонском языке, она высказала за создание в стране единой школьной системы только на эстонском языке преподавания. По мнению главы государства, готовность наших русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет. Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжен с немалыми расходами. «Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности», сказала К.К.Люлайт. 25 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат Интерфакс АВН. Материал размещен правообладателем. В открытом доступе.